Добрый день, дорогие коллеги! Мы начинаем эфир передачи. Илья Коровин, Союз трейдеров, ответы на вопросы. В рамках этого эфира наш коллега из Калининграда отвечает на все актуальные вопросы, связанные с Союзом трейдеров, которые он возглавляет, и другими актуальными вопросами финансовых рынков. Илья, приветствуем вас! Доброе утро! Приветствуем! Ну что, Илья, начнем сегодня не с портфеля, а с новостей, которая бурно обсуждается во всем мире. Это тоже уважаемый человек, достаточно известный, зовут его Лорен Баффет. И он сказал следующее, коллеги, я в чате ссылочку даю. Было 1 мая собрание акционеров, обычно каждый год они выступают с острыми замечаниями. Но в этот раз острых замечаний у него и у Чарли Мангера оказалось даже больше, чем мы думали. Но меня больше всего поразило следующее. Он сказал, что средний человек не способен самостоятельно отбирать акции. Мотивировал он вот чем. Он взял топ-20 ведущих компаний мира в 89-м году и сегодня. И вот ни одной из топ-20 89-го года в сегодняшнем списке нет. И он говорит, что человек, который просто решил поторговать акциями сам, он в жизни не сможет определить вот эти 20 компаний, которые перестанут быть лидерами. И, кстати говоря, советует всем в этой ситуации инвестировать в индексные фонды. Он говорит, что большинство инвесторов скорее выиграет, просто купив индекс S&P 500 на долгосрочную перспективу, а не отбирая акции самостоятельно. Вот такая логика у уважаемого всеми инвестора. Какая точка зрения у вас на эту тему? Ну, я абсолютно согласен. Более того, я бы сказал еще более категорично. Никто не может выбирать акции в том ключе, в котором выставился Баффет. То есть, если он именно приводит в пример случае, когда 30 лет назад лидеры, да, и вот через 30 лет они сменились. Я думаю, сам Уоррен Баффет тоже 30 лет назад не мог бы предсказать, как сменятся лидеры, какие уйдут из лидеров, какие станут лидерами. То есть, многие компании, которые сейчас в лидерах, еще 30 лет назад вообще не существовали. Поэтому это то, что я тоже говорю очень часто. Ну, собственно, одно из ключевых вещей, которые я говорю про биржу, что биржа непрогнозируема, что движение активов непрогнозируемое. И тем более невозможно на 30 лет вперед, как бы, предсказать лидеров даже какой-то отрасли, не то, что там в целом по рынку, да. Сами отрасли даже сменяют друг друга в плане лидирующих за такое длительное время. Появляются новые виды вообще профессий, новые виды направлений экономических, в которых как бы идут деньги. Соответственно, это все непредсказуемо. Поэтому, если он именно это в критерии ставит, да, вот, отбор лучших компаний, этого не может делать вообще никто. Другой вопрос, уже если мы говорим в категориях лучше-хуже, ну да, как бы, есть профессионалы, которые могут с большей, как бы, вероятностью, скажем, отбирать какие-то компании, да. То есть они просто потому, что они находятся глубже в этой теме, они постоянно этим занимаются, они больше информированы. Они никогда не будут тоже попадать, как бы, 100 и 100, они никогда не будут отбирать лучших компаний. Но в среднем лучше заниматься всеми видами работы на финансовых рынках, чем не профессионалы. Конечно, профессионалы должны, то есть в этом их смысл. Если они этого не делают, ну, значит, как бы, какая... Зачем тогда говорить о профессионализме, да, то есть... Но касается ли это отбора, предсказания, там, да, или просто более грамотное реабилансирование в портфеле, более грамотное распределение капитала, более, как бы, своевременное реагирование на какие-то смены тенденций. Да, я думаю, что больше все-таки к этому мы, на самом деле, должны говорить, когда говорим о профессионализме, да, то есть не об угадывании, не о предсказаниях, а просто об отслеживании тенденций. Конечно, если люди занимаются этим на постоянной основе, они, по идее, должны иметь и лучшие результаты. А когда Баффет говорит, что если у вас нет на это время, вы не профессионалы, вы не ставите своей целью потратить часть своей жизни значительную, да, на вот эту деятельность, то, конечно, фонды покупать проще, чем самому, вот, как бы, брать и заниматься новой для себя профессией. Ну, понятная мысль, я здесь не вижу ничего революционного, это то же самое, как лучше пойти к врачу, да, вылечить зубы, чем лечить самому. Можно и самому, конечно, заниматься самолечением, и зубы удирать можно, там, и раньше происходило это все, когда не было профессионалов, там, вылечили себе и какие-то. Илья, мне кажется, я понял вас, спасибо за ответ на этот вопрос, такой миролюбивый, дипломатический, но вы, мне кажется, не очень, так сказать, чувствуете, как, что из этого можно сделать. Во-первых, можно полностью отрицать рынок акций при желании, во-вторых, как это сделал я, я всем сказал, ребята, что тут непонятного? Самостоятельное инвестирование надо завязывать, надо заниматься трейдингом, потому что, когда торгуешь интродей, тебе по барабану, что будет через 30 лет. Ты просто каждый день будешь торговать те компании, которые будут приходить, ты не рискуешь ничем на горизонте 30 лет. Ну, в крайней части, да, перекликается с тем, что я сказал, если вы готовы тратить на это кучу времени, да, и тратить на это свою жизнь, трейдинг – это огромная часть жизни, многие делают это своей основной профессией, даже те, кто торгует дополнительно к основной профессии, тратят на это очень много времени. Если вы на это готовы, вы можете с большой долей оснований уже перестать считать себя средним человеком и считать себя человеком, который тратит на это свою жизнь. Тогда, да, тогда у вас, по идее, должны быть больше результатов. Далеко не у всех это получается еще, надо сказать, надо зарабатывать. В принципе, это прямая аналогия, да, если вы тратите на это время, если вы повышаете опытность, профессионализм, по идее, у вас должны дорасти результаты. Здесь все правда, ну, и Баффет тоже об этом говорит, если вы средний человек, я так понимаю, по средним человекам имеется в виду непрофессионал. Ну, естественно, да. Конечно, да, у вас будут хуже результаты, занимаясь вы либо трейдингом, либо инвестициями. Отбор акций, ну, инвестиции, это же не купил и держи, да, 30 лет. Это же постоянная ребалансировка портфеля. На самом деле, инвестиции, это тот же самый трейдинг, он просто более растянут во времени. Вы делаете там не несколько сделок в день, но вы можете делать несколько сделок в год. Или там даже перетряхивать портфель раз в год, например, это все равно уже не трейдинг далеко, но это не пассивное инвестирование 30 лет, да. То есть это 30 лет, и у вас перетряхивание будет за 30 лет. Это очень большая работа. Илья, вы видите, что ребалансировка портфеля, это все-таки уже трейдер выше среднего. Это уже человек должен, так сказать, заниматься этим. Ну, опять же, к вопросу, да, если мы говорим про трейдинг, несколько сделок в день, это же огромное количество времени, да, и, соответственно, каждая сделка – это принятие решения. Каждое принятие решения требует определенной работы. Если мы ту же самую работу делаем раз в год, то мы в любом случае тратим на это гораздо меньше времени, чем трейдер, да, обычный. Такая уже история, ну, она ближе к ничего не делаем. То есть это такая компромиссная история, да, то есть либо каждый день совершать сделки, либо раз в год, либо вообще трейдер сидит, ничего не делаем. Вот, соответственно, везде есть своя логика во всех этих занятиях. То есть в своем месте у каждого человека будет индивидуальным. То есть те петли… Они исполнены цели. И цели в том числе. Цели в том числе. Соглашусь. Я не думаю, что есть цели, да, у людей, которые приходят на биржу, угадать лидеров через 30 лет. Вот мне как бы сложно. Я не встречал таких людей, которые вот так вот ставят свои задачи. Люди приходят на рынок зарабатывать деньги. Понятно, что желательно зарабатывать больше, чем депозит в банке, иначе зачем приходить на рынок. Когда люди ставят задачу зарабатывать больше, чем в банке, они должны поставить себе реальную задачу. Если они слишком высокую будут ставить, они будут непомерно раздувать риски. И в итоге ничем хорошим это не заканчивается. То есть, в общем-то, наша задача, ну, зарабатывать там условно 10-15 годовых, когда мы приходим на рынок. Все. Других задач у нас по большому счету быть не должно. То есть, все остальное, это уже какие-то такие радикальные точки зрения на рынок. Ну, то же самое вот угадать лидеров через 30 лет. Да, ну, зачем? Зачем чем заниматься, в принципе? Может, Баффе-то это интересно, может, он как-то вот для себя это видит профессиональным вызовом каким-то. И вообще смотрит на рынок с высоты своего возраста, да, и с высоты своего нахождения. Ну да, 90 лет человек, конечно, мудрый. У него другой масштаб, да. Люди, которые приходят на рынок, которым 20-30 лет, в принципе, да, они не думают о том, что будет на рынке через 30 лет. Это совсем другой для них масштаб. Ну, вот, поэтому все, конечно, тоже от целей зависит и от, как бы, дефиниции, от определения, да. Что мы считаем средним человеком, какие мы считаем у него задачи, что такое отбирать акции. Вот в условиях Баффета это на грецкальт вперед. Вот в моем понимании отбирать акции, это вот работа, которую мы делаем там ежедневно, да. Вот даже, там, я сейчас портфели веду, не только портфели по заявкам, а еще вот веду портфели конкретные по рынкам, по российским акциям, по американским, по срочному рынку для членов Союза. Вот я там занимаюсь отбором этих акций, как бы, ну, фактически раз в неделю. Ну, понятно. Ясно, Гудея. Раз ваше. Понял вас, спасибо большое. Двигаемся дальше. Дальше, значит, на этих выходных почему-то очень много вышло материалов, на целом ряда ресурсов, критических по отношению к Союзу трейдеров, понятно, по отношению к его членам. Я даже вот вижу в одном из материалов Союз псевдотрейдеров. Ну, надо полагать, что автор, видимо, один настоящий трейдер, а все остальные – это псевдотрейдеры. Вот. Но мы их обсуждать не будем, поскольку, да, это значит только то, что все, что вы делаете, вы делаете правильно. Но есть. Да, можем обсудить на самом деле все, что угодно. Это не вопрос. Нет. Надо же разобраться, если вы уже даете эту информацию, да, что там вышло много материалов, там, да. Ну, давайте посмотрим на эту информацию. Либо мы о ней тогда вообще не говорим, да, если мы даем какую-то, этот самый, какую-то характеристику. Я вам просто покажу, как с этим работать, да, чтобы вы понимали. Хорошо, не вопрос. Я сейчас покажу это. Мы, конечно, подробно обсуждать не будем, это займет многие, так скажем, часы. Но покажу и задам только один вопрос, а дальше комментарии, которые вы хотите сделать по всем трем. Вот, я взял три материала, которые вы захотите, да, вы, естественно, дадите. Вот, ну, что, друзья, вышли материалы, на которые обратили внимание наши участники. Вот, торговля без стопов, вопрос к Илье Коровину. Здесь подробно объясняется, так сказать, почему автор не согласен. И вот, третий вопрос, мне больше всего понравился. Как объяснить клиенту соотношение риска в процентах для его депозита на одну сделку и общий критический риск на весь депозит? Вот, другие материалы гораздо более такого агрессивного содержания. Горилла, его коллегиенты, на кого работает гениальный управляющий. Ну, Горилла, друзья, это Алирок, если читать, это никнейм Ильи Коровина на одном из ресурсов. Если прочитать наоборот, то будет Горилла. Вот, ну, здесь тоже критический материал. Или вот Коровин Илья в социальном статусе 100 классей рисков. Почему-то не понравился этот материал, хотя, мне кажется, здесь-то уж все совершенно очевидно. Вот я что предлагаю? Я предлагаю начать с самого такого нейтрального вопроса. Человек его задает, судя по всему, в искренне. Он говорит, еще раз повторю вопрос, давайте начнем с ответа на него. Как объяснить клиенту соотношение риска в процентах для его депозита на одну сделку и общий критический риск на весь депозит? Я знаю, Илья, что вы отвечаете в 129 раз на этот вопрос, но тем не менее, раз он звучит публично, я предлагаю ответить еще раз на этот вопрос. Давайте я вам сейчас просто быстренько, чтобы мы на это много времени не тратили. Я узнал об этой информации, о том, что там про меня что-то рассказывают, 10 минут назад, буквально перед этим эфиром. Зашел и просто быстренько проанализировал. Я вам сейчас просто покажу, как это делается. Давайте посмотрим. А потом мы продолжим. Значит, захожу на Smart Lab, набираю просто коровин в этих самых, да? И вижу все ролики, которые вышли про меня вчера. Вышло три ролика. Два из них критического плана с одним и тем же авторством, некто Денис. Вы не знаете, кто это, да, Илья? А вот смотрите, вот вы просто нажимаете на Дениса, с нами 27 апреля 2021 года, зарегистрировал несколько дней назад, у него нет ничего, ни друзей, ни подписчиков, его уже добавили в черный список 10 человек, рейтинг у него 0, вот, блог в этом блоге только про меня. Значит, 29 апреля Национальный союз трейдеров, 1 мая медвежья услуга какая-то, вот, 1 мая еще одно сообщение про меня и 2 еще раз про меня. То есть это просто один человек. Четыре раза, четыре раза. Да, который вот пишет про меня, вот что-то вот ему как бы вступило, то самое, пишет про меня якобы критические статьи. На самом деле, если читать, что здесь написано, это полный бред, просто вообще даже комментировать его никакого смысла нет, вот на это как раз время тратить не нужно. Потому что когда есть какая-то критика, я как человек, который достаточно глубоко погружен в психологию, я всегда смотрю не на то, что человек пишет, я смотрю, кто это и зачем. Под вопросом, кто это, понятно, что скрывается какой-то неадекватный, обиженный человек, который специально на смарт-лабе регистрируется, чтобы про меня что-то написать. Ну и, соответственно, быстро, пунктирно пробежав по тому, что там написано, ну просто это полная хинея. То есть как раз комментировать это никакого смысла нет. Ну вот любой может почитать и поймете, что это бред. То есть это идет вранье, передергивание какое-то, какая-то просто неадекватная информация, ничем это не доказывается абсолютно. Ну вот это как раз врементировать не нужно. Вот, и еще один, значит, материал про меня вышел, Сергей Кандалакша, да, вот как раз вопросы здесь уже, ну, нормальные, нормальный человек с нормальными вопросами. Ну, просто мой, это мое выступление от 16-го года, если не ошибаюсь, вот, когда мы с САЖ-2Т общаемся. Ну вот, и вот вопросы по этому выступлению. Вот, соответственно, здесь можно уже, вопросы мне задаются, на них можно предметно отвечать. То есть это уже нормальная ситуация. Берется мое выступление конкретно, а не какая-то отсебятина, и конкретно по моему выступлению задаются вопросы. Это абсолютно нормальный формат. Когда здесь особой критики не вижу, здесь просто человек, ну вот, ему интересно разобраться в вопросе. Так что давайте, тут и там про отношения с клиентами есть вопросы, и про стоп-лосс есть вопросы, и про, как бы, сколько тут брать за управление. Там 20%, там клиенты рискуют 80%. То есть все это я на эти вопросы очень много раз отвечал. Когда вот сам занимался непосредственно всеми этими вопросами фондов, там, да, консультирования и всего остального, соответственно, было очень много моих материалов. Это просто один из очень большого количества материалов я на эти вопросы отвечаю. Поэтому, если что-то непонятно, я могу еще раз подробнее на этом остановить. Я понял вас. Я считаю, что вы хорошо прокомментировали, все нам понятно, так что давайте двигаемся дальше. Ну, давайте, коллеги, пожалуйста, ваши вопросы в чате. Ну, а мы, конечно, площадка, вернее, портфель по заявкам, наша следующая тема. Какие там новости, что сработало, что мы заработали? Так, а на вопрос-то мы ответим там про стоп-лоссы, да? То есть это же не критика? Ну, не вопрос, да, давайте. Значит, вопрос озвучу еще раз. Что как объяснить клиенту, что соотношение риска в процентах для его депозита на одну сделку и общий критический риск на весь депозит? Ну, типа, что если нет стоп-лосса, то вы рискуете всем депозитом, как объяснить это клиенту? Ну, смотрите, здесь первый момент, да, любой клиент, когда приходит так или иначе к консультанту или кому угодно, к управляющему, это может быть совершенно разная форма работы, это в том числе и касается автоследования, да, и сигналов и всего остального. В любом случае, когда человек приходит на рынок и каким-то образом начинает опираться на чужое мнение, он никоим образом не перекладывает ответственность за свои деньги на этого человека. Я об этом говорю очень-очень много лет. Говорил об этом и до 2018 года, и после 2018 года, это была моя базовая установка. Я говорил об этом даже вот на конференциях, будучи спикером с трибуны. Очень много раз говорят, люди, когда вы приходите на рынок и к вам так или иначе начинаете сотрудничать с каким-то профессионалом, это не значит, что вы на него переложили ответственность за ваши деньги, это ваши деньги, и все риски все равно ваши, всегда. В этом как бы суть вот этой вот работы на рынке. Именно по этой причине тот человек, с кем вы работаете, консультант, он всегда зарабатывает небольшую часть от вашей прибыли. На вас лежит львиная доля прибыли, если она получается, естественно, там 80%, 85%, зависит от того, кто работает. Я вот работал 16% от прибыли, это было мое, 84% это было клиента. Соответственно, все это оформлялось официально, все это договорные взаимоотношения. И поскольку клиент несет, получает практически всю прибыль, то и риски, естественно, тоже лежат на нем. Иначе это была бы совершенно несправедливая схема работы. Если консультант или управляющий участвует в рисках, то значит он и от прибыли должен получать намного больше. И такие тоже взаимоотношения бывают на рынках, когда консультант, например, получает 50% от прибыли и, собственно, риски тоже распределяются 50 на 50. Такое тоже возможно. Другой вопрос, о котором я очень часто говорил и сейчас тоже повторю, хотя сам уже этой профессией не занимаюсь уже около трех лет. С момента появления нового закона в 19-м году, как мы уже много раз говорили, нормальная, легитимная работа стала невозможна, а нелегитимная работа я не занимаюсь своей жизнью вообще. Потому что я занимаюсь очень публично. Я не серый какой-то там консультант, который имеет трех клиентов, с ними общается. Я если работаю, работаю публично. Поэтому я непосредственно работой не занимаюсь, но я не перестаю об этом рассказывать людям, потому что услуги такие люди предоставляют, и клиенты, приходя на рынок, потенциально тоже с этими людьми начинают взаимодействовать. Поэтому эти правила никуда не деваются. Проблема в чем? Поэтому, когда у вас возникает некий консультант, который вам говорит, что вот давай делить 50 на 50, это означает, что он должен иметь возможность 50% риска своими активами закрыть. Теперь начинаем рассуждать. Если человек своими активами закрывает 50% риска, то это значит, что он может работать с суммами, не превышающими его активы более чем в два раза. Тогда у нас возникают большие вопросы к этому человеку. Зачем он, в принципе, работает с привлеченными средствами, так или иначе, как консультант, если у него все равно сумма, которую он может таким образом взять в работу, всего лишь в два раза превышает его собственные средства, за которые 50% он отвечает своими деньгами. От прибыли он получает только за эти 50%. Зачем ему брать прицепом вторые 50? Это очень странный ход для человека. Значит, может быть, здесь что-то не то. Мы начинаем сомневаться. Зачем ему эти вторые 50% если он с них ничего не получает? Он как на свои 50 рисковал, так и рискует. Он же должен своим активам закрыть по рискам. Это же очень важный момент. Второй момент тогда. А в принципе суммы, которые он готов брать, если они не сильно отличаются от его собственных активов, не более чем в два раза, пропадает вообще критерий профессионализма этого человека. Значит, он работает, в принципе, вот как бы пришел к нему какой-то клиент, у этого клиента в два раза больше денег, чем у консультанта, и все. И на этом все сотрудничество заканчивается. Он, значит, работает только с одним клиентом. Если этот же самый консультант говорит, что он работает с большим количеством клиентов, дает массированную рекламу и так далее, тогда у него уже получается несоответствие. Мягко говоря, несоответствие. А в прямую это получается ложь. Если человек говорит, что он гарантирует своими собственными деньгами 50% от суммы, которую ему принесли, да даже не 50, даже 20 и так далее, а привлек он так или иначе под свое консультирование суммы в 10, 20, 30 раз больше, чем у него есть, значит, он уже автоматически не может ответить по этим рискам. У него нет собственных активов, чтобы по этим рискам ответить. И тогда возникает, что этот человек, видимо, ну где-то либо обманывает как минимум, либо как максимум он непрофессионален. У него нет большого количества клиентов. То есть к чему я все это говорю? Я говорю о том, что если вы действительно хотите работать с профессиональным консультантом, должно выполняться два условия. Первое. Этот профессиональный консультант естественным образом не может отвечать по рискам, работая с вами, потому что если он это будет делать, значит, он не может работать с большим количеством клиентов. По той причине, по которой я сказал. Если же он работает с большим количеством клиентов, он автоматически не может отвечать по рискам. У него просто солнечных активов не хватит для того, чтобы покрывать все эти риски. Поэтому честный консультант, действительно профессионально работающий, он сразу же должен вам сказать на старте, я ни по каким рискам не отвечаю, потому что иначе моя работа была бы невозможна. Вот это как бы один из ключевых критерий. Дальше уже устраивает вас это, не устраивает другой вопрос. Если вас это не устраивает, значит, вы с ним просто не работаете. Но вы должны понимать, что по-другому профессиональный консультант работать не может. Если он отвечает по рискам, значит, тогда возникает вопрос, зачем вы его нужны. Он так и так на свои деньги может как бы рисковать. И второй вопрос, почему у него тогда такое странное соотношение собственных средств с привлеченным, если он собирается своими собственными активами закрывать эти все риски. Ну, нужно понимать, что когда консультант работает там за 10-20% от прибыли, для него это имеет смысл, для него лично, в профессиональном смысле, только тогда, когда привлеченные средства в десятки раз превышают его собственные. Тогда он начинает зарабатывать соразмеримо с риском на собственные деньги. Привлечь небольшую сумму и работать за 10% от прибыли, это просто неэффективно для него будет. Значит, он должен привлечь большую сумму. Определяя большую сумму, он не может отвечать по рискам, потому что он просто не хватит своих средств. Это очень простая формула. Это к вопросу, как клиентам это объяснять. Теперь к вопросу о стоп-лоссах. Стоп-лоссы это просто один из приемов работы с деньгами в целом. Мне важно, с клиентскими или не с клиентскими. Я категорически против стоп-лоссов всегда об этом говорю, по той причине, что стоп-лосс это отрицательная сделка, которая уменьшает ваш счет. Соответственно, если вы уменьшаете свой счет, то зарабатывать вы не то, что не зарабатываете, вы идете от заработка в другую сторону. Тут я уже подробно остановиться не буду, очень много моих материалов, где я рассказываю про вред стоп-лоссов и объясняю, что именно стоп-лоссов уменьшает счета клиентов. Те управляющие, о которых мы говорим, которые долгосрочно зарабатывают на рынке много лет, они со стоп-лоссами не работают. Уоррен Баффет не работает со стоп-лоссами. Крупные фонды, которые зарабатывают многие годы и десятилетия, они не работают со стоп-лоссами. И когда люди к ним приходят, у них нет там лимита потери. Понимаете? То есть вы, когда вкладываетесь в фонд, у вас нет там лимита потери. Это глупости, которые придуманы псевдоконсультантами и псевдоуправляющими про некие лимиты потери. Да, есть, конечно, определенные категории работы, там, бутиковые, ИДУ, индивидуальное доверительное управление, где вы оговариваете, Можете говорить там со своим управляющим, что вы не потеряете там больше 20% от счета. Но тогда вы автоматически себе отсекаете огромное количество стратегий. И фактически, если управляющий ваш или консультант, как удобно, кто бы это ни был, Если он гарантирует вам, что вы не потеряете больше 20% от счета, Это означает, что он рискует только на 20% от счета. А все остальное он фактически не задействует. В лучшем случае, что он может вам предложить, на эти 80% это облигации высшей категории надежности. Но даже они могут дефолтнуть теоретически. И в этом вопросе уже будет тоже некое лукавство. То есть, если вы принесли 100% денег под какое-то управление, 80% от этих денег управляющий положил в облигации высшей категории, На 20% он рискует. Облигации высшей категории, если, например, это даже долгосрочные какие-то бумаги, 10-15 летние, они могут просесть гораздо больше 20%. И мы это видим в кризисе. Это не про трехмесячные, трехлетние даже облигации, которые сильно проседают. Даже высшие категории, десятилетки, они могут сильно проседать. Это значит, что даже в этом случае не управляющий не может вам гарантировать, что счет не будет снижаться ниже 20%. Поэтому, как правило, вот эти вот стоп-лоссы или лимиты потерь, которые вы оговорите с управляющими, ни к чему хорошему не приводят. Они приводят к тому, что когда рынок временно находится в просадках, управляющий вынужден рубить позиции, все вот эти, насколько вы это говорили, чтобы вот этот стоп-лосс соблюсти, в итоге вас выбивают из позиции в отрицательной зоне, потом рынок разворачивается, идет наверх, и все, и вы потеряли деньги. Посмотрите на прошлый год, 20-й, ковидный, да, и как бы представьте себе, там, да, если вы сами попадали в эту ситуацию, вы увидите, что у вас на счетах происходило, если вы работали со стоп-лоссами. Вас выбило из позиции, рынок развернулся и пошел наверх. Косоми пошел на новые верха, половина там акций тоже отдельных пошли на новые верха, и все, а у вас уже позиции нет, вас выбило. Фонды, при этом, крупные фонды, ничего в прошлом году не потеряли. Они спокойно отсиживали просадки, те, которые были 20%, 30%, 50%, там, не важно, да. У них просто модельная работа с этими портфелями не подразумевает, что они будут брать стоп-лоссы, и поэтому они долгосрочно все эти просадки выдерживают. Когда вам Баффет вот сегодня советовал покупать фонды, там же не было в этой рекомендации, купите фонды и поставьте стоп-лосс. Купите просто фонды, и вы с большой долей вероятности обгоните свое же собственное представление о том, как выбирать компанию. Если вы хотите зарабатывать на рынке, никаких стоп-лоссов быть не должно. Но в том и плечей, конечно же, быть не должно, я об этом тоже говорю постоянно, у меня уже язык стекся, я скажу, что без плечей, без стоп-лоссов, без прогнозов, все это, конечно, вместе. Но стоп-лосс и в вашей торговле, и когда вы договаривались с кем-то, с управляющим, это то, что убивает ваши счета, а не дает вам прибыль. Поэтому здесь все взаимосвязано, да, и отношение к стоп-лоссам, и отношение к собственным деньгам, отношение к рискам, и отношение к работе с любыми другими финансовыми посредниками, если вы их привлекаете. Вы не перекладываете на них ответственность ни за свои деньги, ни за правильное выставление стоп-лосса, ни за что остальное. Это не волшебники, да, это просто люди, которые могут работать лучше, чем вы, но они не могут базовые вещи из рынка убрать. На рынке есть риски. Никуда их убрать из рынка нельзя. Если вы приходите на рынки, вы к этим рискам должны быть готовы. И, соответственно, вы должны быть готовы к любым ситуациям, которые на рынке происходят. Всем своим клиентам, я это постоянно говорил, и все они это прекрасно знали, что в моей стратегии еще, в самой опасной на рынке, которая может быть, в продаже волатильности, можно было не только потерять все деньги, но еще зайти в минусы брокера. Я об этом тоже постоянно говорил, в том числе на публичном, огромном количестве своих выступлений. Я даже когда рассказывал про торговлю волатильности, я преподавал ее в срочном рынке Московской бирже в школе. У меня на первой странице было это написано, что это самые большие бесконечные риски в этой стратегии могут быть. То есть в других стратегиях таких страшных вещей, как при продаже волатильности, быть в принципе не может. Я об этом рассказывал с самого начала во всех своих стратегиях. Люди, приходя ко мне конкретно, если добыть про мои стратегии, они не только готовы были потерять все деньги, они понимали, что можно даже в минус брокеру заказать. Да, с очень маленькой вероятностью, конечно, при очень многих негативных стечениях. Но о том, что такая вероятность есть, я тоже предупреждал. Поэтому клиент должен быть готов ко всему. Иначе не нужно с ним работать. То есть с людьми, которые говорили о том, что я не могу потерять больше какой-то суммы, я лично не работал, потому что я ему объяснял, что в этом нет способа обеспечить ваши запросы, что вы там больше какой-то суммы не потеряете. И при этом выйти на адекватную доходность таких способов нет. Если вы хотите рисковать 10%, значит, только 10% будет под риском находиться. На эти 10% вы заработаете, соответственно, ну сколько там, на 10% можно заработать. Все остальное 90% будет лежать просто, не знаю, положите их на депозит, я говорю. Не надо тогда со мной, мне эти суммы никоим образом как бы в работе не нужны. Я не буду консультировать по оставшимся 90%, если вы не готовы, что они могут снижаться. Тогда вам нужен депозит или что-то еще. Это жесткие правила, которые должны быть у каждого человека, кто работает с клиентскими деньгами. Не нужно гарантировать и брать на себя чего-то, чего вы не можете выполнить. А вы никогда не выполните вот это вот выполнение просадки, вот это вот ограничение, если вы положили в актив больше, чем размер просадки. Стоп-лоссы могут не сработать, мы все это знаем. ГЭПы могут быть любыми там, да. Отрицательные цены на НЕФ даже могут быть, мы теперь уже об этом знаем. Я тогда об этом не знал, что такое может быть, но все равно говорил о том, что прогарантировать нельзя на рынке ничего. Ну вот, как бы практика лишний раз показывает, что всегда нужно об этом. И помните самому, и, конечно, об этом нужно говорить своим клиентам, если вы с ними работаете. Никак иначе. Хорошо. Спасибо большое вам, Илья, за этот подробный ответ. Это, конечно, такой глубокий, друзья, философский подход. И, ну что, жизнь. Когда рассказывают мне, что трейдинг или инвестиция – это просто, друзья, ну вот вы послушали Илью, и, поверьте мне, это опыт 25 лет на рынке, поэтому здесь ничего простого нет. Здесь все, так сказать, годами-годами находятся ответы на все вопросы. Кайзеркрафт пишет. Мой вопрос озвучите. Виктор, а напишите, пожалуйста, в чате, какой это вопрос. Мы его, естественно, озвучим. Илья, вы говорили, что торговали КАМАЗом. Сейчас они тестируют автомобиль КАМА. Вот так. Ну вы же говорили, что мы хорошо строим ракеты, как изменится наша жизнь инвесторов от создания новой орбитальной станции, ведь почти ничего не торгуется на бирже. Вот такой вопрос. Ну, КАМАЗом я торговал, наверное, очень много лет назад, да, скорее всего, взяли там тоже какую-то мою лекцию, там будет от 15-го, от 16-го, ну, и, соответственно, ну, торговал, да, вроде нормально торговал, там были какие-то вот новостные движения. Уже очень много лет КАМАЗом не торгую, поэтому никак не могу прокомментировать. В принципе, вообще, считаю, нужно комментировать только то, чем ты непосредственно в практике занимаешься. Если акция выпала из моего поля, ничего про нее могу сказать. Вот по поводу орбитальной станции, ну, вы сами на свои вопросы ответили. Если акции не торгуются на бирже, ну, что мы можем сделать с тем, что мы хорошо строим ракеты, будут каким-то образом выходить акции ракетостроительных компаний на бирже, будем в этом участвовать. Но, опять же, как бы, надо смотреть всегда тоже, что это за акции, там, по какой цене они будут выходить на IPO и так далее. Пока еще выйдут, я думаю, до этого еще не скоро. Поэтому как выйдут, так и будем обсуждать. Виктор, спасибо вам за ваш вопрос. Тут Виктор уточняет, что я говорю, что не стоит в КАМАЗ лезть, мы не умеем делать машину. Ну, если я говорил об этом в 2015 году, значит, на тот момент это было актуально, а не стоит в КАМАЗ лезть. И, опять же, понимаете, я говорю через слово, что на рынке не надо заниматься прогнозированием, да, и мы никогда не можем прогнозировать. И вы пытаетесь взять какое-то мое мнение про акцию, там, шестилетней давности и представить, что это какой-то прогноз. Еще раз говорю, я не умею прогнозировать рынок, это вообще не моей, не вашей задачей. Пусть они делают электромобили. В чем проблема? О чем в этом говорит? О том, что надо покупать их акции? Нет, не говорит. Есть много компаний, которые делают электромобили, какие-то из них растут акции, какие-то падают, какие-то обанкротятся. Понимаете, вы опять пытаетесь найти какие-то прогнозы и в рынке, и в моих словах, или в чем-то другом, или в каких-то факторах. Рынок не прогнозируется, понимаете. То, что кто-то что-то делает, это не говорит о том, что акции будут расти. Это разные процессы. На движение акций оказывают влияние тысячи факторов одновременно. И то, что какая-то компания делает какой-то процесс, там, будь то электромобили, там, или что-то еще, это не говорит о том, что акции будут в этой компании расти. Понимаете? Вам нужно просто покупать активы, распределять свой капитал, ставить прибыль на сделку и, соответственно, дожидаться вашей прибыли. Вот что такое трейдинг. А не предсказывать, будут ли акции расти из-за того, что ничего там производят. Это разные процессы совершенно. Поняли вас. Ну, вот Виктор объясняет, почему он так настойчиво эту тему обсуждает. Хочется не Тесла покупать, а на нашем рынке только нефть и газ. Ну, такая реальность. Такая реальность. Мы же, как бы, работаем с тем, что есть, понимаете. Дело не в том, что нам хочется, не хочется. Наша задача зарабатывать. Вот если на нашем рынке, ну, не только нефть и газ, у нас есть много других компаний. Если вы хотите технологии, у нас есть Яндекс, например, технологическая компания. У нас есть другие компании, там, Киви, то же самое. Да, здесь тоже торгуется на нашем. Ну, можно много. Просто технологический сектор посмотреть. Он с каждым годом потихонечку-потихонечку увеличивается. Вот 20 лет назад, да, не было таких компаний вообще, я это помню. Но тоже мы зарабатывали. Тоже были и «Газпромы», и «Лукойлы», и «Сургутнефтегазы», и «Сбербанк» как хорошо рос. Вот. Вы же на рынок приходите зарабатывать, опять же. Но, понимаете, не заменяйте одно другим. Не покупать то, что хочется. Не вкладывать в то, что вам кажется будет перспективным. Не покупать то, что строят автомобили, там, или, и вам кажется, что это будущее. Не в этом задача. Вы приходите заработать. Вот. Поэтому, чтобы заработать, нужно просто покупать дешево, продавать дороже. Вот и все. А что там за этими акциями стоит? Ну, по большому счету, это не так важно. Диверсификация, когда я про это говорю, это же тоже не выбор перспективных каких-то направлений. Диверсификация – это распределение активов по просто разным компаниям. Не тем, которым, мне кажется, перспективнее, я не знаю будущего, а просто по-разному. И желательно, чтобы они были качественные. Когда я говорил не покупать КАМАЗ, вполне возможно, в том, в 15-16 году они были просто перегреты. Вполне возможно. Надо просто поднять, просто прям цитату и посмотреть, чтобы не выдержать ее из контекста. Речь шла о том, чтобы выбирать лучшие государственные компании. Они более надежны, долгосрочные перспективы. Ну, там нам надо смотреть просто на тот конкретный момент, что конкретно было с КАМАЗом, что происходило. Понятно. Поняли. Спасибо большое, Илья, за ответ на этот вопрос. Ну, а Виктору хочу сказать, что мы вашу боль разделяем. Конечно, хотелось бы, чтобы на российском рынке было 4,5 тысячи акций, а не на американском. Ну, вот так вот жизнь сложилась. Что тут теперь сделать? Ясненько. Спасибо. Виктор спрашивает. Вопрос по золоту ждать, пока 1500 опустится или входить по любой цене? Ну, это опять вопрос человеку, который говорит, я рынок не прогнозирую. Ну, не знаю. Я, к сожалению, да, я просто хочу. Почему приходится много лет говорить одна и те же фразы? Потому что люди, к сожалению, слышат не то, что ты говоришь, а то, что хотят услышать. Вот я говорю, например, 90% текста, что рынок не прогнозируется, и потом бросаю одну фразу – КАМАЗ не покупать. Люди – ага, вот это был прогноз, давайте с ним работать. Надо просто услышать, что рынок не прогнозируется. И, соответственно, вопрос о том, где ждать золото, да, откуда я знаю, где ждать золото. Ну, я же не волшебник, я же на рынке нахожусь 28 лет не потому, что я знаю, куда, что пойдет. Да, это вот люди, кто на рынок приходят год назад, пришли, или два года назад, вот они вам расскажут, куда пойдет золото, где оно развернется, где у него там будет двойное дно, там, да, тут надо купить, там надо будет продать. Они вам все это расскажут. Да, я слишком давно на рынке, чтобы заниматься вот этими глупостями. Я все, Илья, на этом я вас прерву, потому что вы сейчас подрубите всю святую веру в технический анализ, а нам это точно не нравится, друзья, поэтому мы движемся дальше. Коллеги, я хочу обратить ваше внимание, что на сайте Национального союза трейдеров появилась важная информация. Обращаю ваше внимание, что если вы зайдете на сайт, то вы увидите предстоящие вебинары, в том числе портфель по заявкам в 11.30 по МСК. Можно зайти, здесь очень много полезной информации, в том числе часть идей, которые Илья озвучивает. Это табличка, так сказать, естественно, рассказ о Альбулье, архив всех вебинаров. Это просто замечательно. Ссылочку я в чате дал. И кнопочка «Смотреть» сразу же, кнопочка «Смотреть», смотрите, вот на там, 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 на страницу, которая ведет на страницу E-Trade TV. Ага, кнопка «Подождите», тогда мы возвращаемся. Если что-то ведет на страничку E-Trade TV, мы возвращаемся, чтобы пройти этот... Вот сразу же, нет-нет-нет, зачем вниз? Вот сразу же, открыли наверху? Да. Сразу же кнопка «Смотреть», вот смотрите, вот большая. Вот вы знаете, вот каждый человек ищет, хочет слышать то, что слышит. Вот, друзья, пожалуйста, все понятно, замечательно. Спасибо большое, Илья, что нас сориентировали на сайте Национального союза трейдера. Ссылочку в чате я дал, друзья, можно зайти посмотреть. Вот, ну а я, естественно, таким образом тонко подхожу к портфелю по заявкам. Что же там творится, что интересного, получилось ли заработать. Да, давайте, наконец, портфелем займемся. Виден экран хорошо. Ну вот, открываем нашу уже табличку, уже люди начинают постепенно к ней привыкать. Ну, смотрим, да, что у нас были, естественно, закрытые заявки, незакрытые заявки. Проверяем, что произошло с незакрытыми GX. Как всегда, как всегда, одной и той же фразой говорю, что долгосрочная акция, но мы должны ее проверить. С целью стоим 10% прибыли на сделку, понимаем, что это, да. Ждать можем долго, ну вот, ждем. Там же абсолютно находится 10-13, да, было закрытие. Ну вот, 10-11 была неделю назад, ну, чуть-чуть подросла там. Поправили цены. Значит, Аэрофлот, следующая наша позиция, 65-72 была неделю назад. Смотрим, что произошло за этой неделю. Ну, сегодня московская биржа не торгуется сегодня, соответственно, мы пятничную цену сейчас увидим. Вот, ну, кстати, сегодня практически все остальное торгуется, да. Торгуется Санкт-Петербургская биржа, американские акции торгуются, понятно, Форекс торгуется, крипта торгуется. Поскольку портфель по заявкам мы делаем по всем рынкам, то у нас сегодня только один сектор выпал, по большому счету, это российские компании, российские акции на москбирже. Все остальные инструменты доступны. 64-54 Аэрофлот, подснизился он за эту неделю. 64-54. Так, ГМК. 26-068, это была тоже прошлая пятница. Ходил он, кстати, наверх. Я его отслеживаю. Но потом к концу недели подснизился он тоже. Вот, смотрите, куда он ходил, да, это важно посмотреть. 27-180 был 28 апреля хай. То есть это как раз вот за эту неделю произошло. 27-180. У нас цель стоит 27-344. То есть не дошло чуть-чуть до нашей цели. Вот. Ну и снизился, в общем, тоже не очень критично. 25-732. То есть продолжаем находиться в этой позиции. Ну, конечно, обидно бывает, что чуть-чуть не доходит до цели. Но рынок весь рынок будущего мы не знаем. Поэтому, что есть, то есть. Евро. Евро-доллар. 20-54. Ну, покрупнее посмотрим. 21,5 доходила цена. Сейчас 20-547. Тоже на рынке тут ходили похожим образом, да. То есть, 28-го примерно числа были тоже ходили по евро-доллару. И только по нашим акциям. Цель у нас стояла... 22,82. Это, смотрите, у нас ситуация, да. У нас разбавленная история по евро-доллару. 22,82. У нас стояла цель по незакрытой позиции. Вот. А цена целевая с учетом разбавления у нас стоял 21,41. Вот. То есть, о чем это говорит? О том, что по цене 21,41 мы могли закрыть все совокупности две наших позиции и получить, соответственно, прибыль по этим двум частям, да. То есть, вся история евро-доллара выходила в этот момент в плюс. 21,41. Соответственно, как бы это можно было сделать. Но мы заявку не вешали. Мы делаем все как бы по-честному. Мы стояли и ждали 22,82. То есть, прибыль по вот этой вот незакрытой позиции. Потому что мы хотели прибыль по закрытой позиции сохранить полностью, да. То есть, как бы не использовать его в улучшении позиции. По первой. То есть, мы видим, аналитически считая нашу общую позицию, видим, что по 21,41 мы уже в прибыли были, но мы хотим 22,82 получить. Поэтому у нас никакой там заявки не исполнилось, мы ее не выставляли. Но просто понимаем, что в принципе цена заходила нам в область положительной тоже по этим двум позициям. Вот. Еще раз, да, пока 21,52 было, по 21,41 у нас уже как бы была прибыль. Но мы ждем 22,82. И если цена будет падать, то мы там лучше опять разбавим. Как у нас уже было разбавление удачное. 160 пунктов мы получили. То есть, тоже примерно там в районе 19,18. Можем опять зайти, если будет падение туда. То есть, совершенно комфортная торговля. Идет к нашей цели. Фиксируемся по цели, идет ниже. Имеем возможность добавить. В этом, собственно, трейдинг и состоит. Тесла. А, ну сейчас запишем текущую позицию. Сейчас, чтобы у нас точно был результат. 1,20,512. Вот. Незначительно у нас снизился общий результат от этой позиции. Потому что, напомню, что у меня 10% в среднем на каждую позицию капитал распределим. Поэтому колебания по каждой отдельному эмитенту и отдельному активу не слишком сильно влияют на весь счет. Это тоже работа диверсификации. Никаких сверхрисков у нас нет. А сверхриски возникают тогда, когда вы слишком много денег помещаете в одну позицию. Про кричи я вообще молчу. Тесла. 7,2896 было неделю назад. Соответственно, Теслу тоже можем глянуть. Тесла сейчас торгуется. На Санкт-Петербургской бирже. Ну и в мире тоже торгуется. 709,44. Незначительно снизилась тоже. Цель, смотрим, у нас была 764. 159 надо проверить, да, не исполнилось ли. Ну я, насколько помню, не заходила туда, но на всякий случай надо проверить. Так. 28 апреля, 27, 26. Ну тут было что-то в районе 735. 764 не было. Последний раз цена заходила 13 апреля. Это было раньше, чем неделю назад. Соответственно, за эту неделю в зону нашей прибыли цена не заходила. Проверили. Серебро покупали на прошлой неделе как раз, 26 апреля, по 26.10. 26.49.2 стояла у меня цель. Так, посмотрим, на каком графике. Давайте на здесь посмотрим. Так, серебро. 26.12 текущая цена, чуть-чуть выше, чем мы брали. Ходили мы и ниже, хотели мы и выше. И вот смотрите, что у нас тут было. После нашей покупки, мы покупали мы вот 26-го, цена ходила 24.40 с копейками вот тут, да, 27-го числа. Потом падала 28-го, и 29-го еще раз заходила почти 26.50 была цена. Насколько я так примерно взглядом вижу, 49 здесь, наверное, не было. Я не знаю, кто у нас торгует. Давайте глянем тогда на этом самом, на графике, где можно точно посмотреть. Так, где у нас тут поточнее трейдинг-вью. 26.44. Сейчас мы ее точно вычислим. 29.26.14. Просто интересно, что 26.458. Вот я вижу 29-го числа. Вот это примерно... Сюда 26.46 примерно был удар. 28-го... 42.46. Не добивало. Почти близко. Близко было к 49-ти к нашим. Вот, но не долетело немножко. Ну, значит, тоже не долетело. Ждем, продолжаем ждать наши цифры. Ну, просто видите, как близко подходили. 12, да, сейчас там примерно чуть-чуть тоже подросли микроскопически. Вот. Чуть-чуть цель не была, исполнила. Так, биткоин. Смотрите, да, я, естественно, рассказывал, что мы, чтобы добиться максимальной интерактивности, мы делаем сделки не только в наших эфирах раз в неделю. У нас еще есть эфиры по четвергам для членов Союза, и плюс у нас есть открытый чат, телеграм-канал для всех, и для членов Союза, и для нечленов Союза, телеграм-канал Союза открытый, где мы тоже делаем, продолжаем портфель по заявкам ввести. То есть, зрители точно так же могут дать заявки, и мы, соответственно, их выполняем, чтобы у нас была возможность совершать сделки не только вот раз в неделю, там, и два раза в неделю, а на постоянной основе. Соответственно, кто хочет в этом участвовать, тоже подписывайтесь на наш открытый телеграм-канал, совершенно бесплатно, не требую членства, и там можно вот тоже все это дело смотреть, участвовать, обсуждать. Я еще дополнительно бросаю эти сделки, если заявка поступает, мы сделку делаем, я бросаю под каждым роликом на YouTube-канале, тоже в архивах, у нас все это лежит на сайте, Игорь тоже показывал, где это находится. Соответственно, на 27-го числа, на следующий день после нашей предыдущей передачи, во вторник у нас была сделка по заявкам по биткоину, 55.023, 5% на сделку я ставил, и 56.450 я ставил цель на эту сделку. Соответственно, она исполнилась, сейчас мы посмотрим, когда, ну она исполнилась где-то пару дней назад, это вроде бы в субботу было, но сейчас проверим точно. Была тоже интересная ситуация, на следующий день, это после выставления этой заявки, цена ударила в 56.432, а у меня было 56.450, то есть как бы 18 долларов для биткоина, это вообще ни о чем, но вот чуть-чуть не дошло, было очень интересно. Но потом, через несколько дней уже прошли с уверенностью в 58, соответственно, 56, конечно, исполнилось автоматически. Так, 2-го мая мы уже были выше, просто для верности хочу точно посмотреть, когда это произошло. Ну вот здесь, вот на этом ударе, 30-го апреля это произошло, поэтому записываем. А 56.450 переносим в исполненные сделки. 30-го. Понятно. 30-го, 0-4-го. Вот, я потом это все раскрашу тут красиво и положу на сайт, чтобы сейчас особо временно это не тратить. Ну вот видно, да, что она отфиксировалась, прибавилось, прибылась результат, зафиксировав нашим сделкам, то есть 4% и 0,12% уже принесли нам зафиксированные положительные сделки. Ну вот, собственно, отсюда мы тогда это стираем, поскольку эта сделка уже исполненная. Ну, потом я перенесу ее выше. Так, это касается... Что касается исполненных. 2.59 было на сделку и 0.13 ко всему портфелю с учетом того, что 5% мы вложили в биткоин. И еще была заявка Северсталь, тоже от зрителей канала. 27-го апреля 1.814.6. Была покупка на 2% от портфеля. Почему на 2? Потому что у меня на тот момент уже было свыше 50% активов, кэша уже в активах заложены. Поэтому я, чтобы иметь возможность принимать заявки, я снизил пока размер, который я помещаю в актив, чтобы была возможность еще какое-то время принимать заявки. Как только будут исполняться крупные заявки, вот там 10% портфель будет высвобождаться, мы можем опять вернуться к 5% на сделку. То есть контроль за капиталом, направляемый в позиции, тоже одна из важнейших вещей, которые мы должны в трейдинге использовать. Не прогнозирование рынка, а вот такие вещи, как распределение капитала. Ну и, соответственно, смотрим, что у нас в Северсталье с момента покупки произошло. Так, цель мы ставили 847. 1847, да, если быть точным. И давайте на финале посмотрим в Северсталье. Так. Подснизилась Северсталь, я смотрю. Смотрим на график, что было. Так, мы брали 27-го вот здесь, но уже когда цена упала, то есть это было вечером. Видите, что цена была 870. Сейчас тогда покрупнее посмотрим этот график. Надо будет мне, наверное, время тоже сделки указывать в такие дни, чтобы все было четко. Вот 27-го было падение. Где-то вот здесь мы ее брали. 814. После нашего, нашей покупки она ходила 836. После нашей покупки. Вот. А у нас цель 847. Не дошла на отскоке. Соответственно, спокойно сидим, наблюдаем. И, кстати, где-то ее можно будет и разбавить, но пока рановато, я считаю. Текущая цена 774. Записываем. Оцен покупки это где-то там около двух половиной процентов. Да, я так понимаю, 26, 14, 38. Да, это 2%. 2% это пока очень небольшое падение, чтобы разбавлять нашу позицию. Если упадет больше, чем на 5%, к тому же я могу присматриваться к тому, чтобы ее разбавить. Ну, пока это рановато. Ну вот, собственно, больше заявок не было. На данный момент мы имеем... Значит, отсюда надо убрать 5%. Свободного кэша 48%. Мы сейчас имеем, в принципе, ну, парочку заявок по 2% принять еще можно. У нас биткоин освободился, да, 5% высвободился в портфеле. Ну, соответственно, там, мы можем либо одну заявку на 5% принять, либо там 2-3 по 2%, если будет сейчас желающий что-нибудь еще предложить. Я понял вас, ясненько, Илья, спасибо большое. Давайте остановим демонстрацию рабочего стола. Значит, у меня есть одна тема. Сейчас мы очень активно обсуждаем участие в европейском фондовом рынке. Поэтому вам вопрос, как вы активно участвуете, смотрите на европейские акции? Ну, я торгую тем, ну, непосредственно, да, тем, что торгуется на других брокерах, скажем так. Я так понимаю, что исход части рынка в европейские акции – это, наверное, те, у кого сейчас сложности с IB, с американскими брокерами. В том числе, да. Ну, у меня сложности с IB нет, у меня 2 американских брокера, и ни с одним из них не было проблем. То есть я не попал, ни я, ни мои знакомые не попали в список людей, у которых там проблемы с комплайнсом. То есть мы продолжаем торговать. Поэтому, в общем, у меня необходимости переходить на европейские бумаги не было. Поэтому, как правило, тут ничего особо не скажу. Ну, в принципе-то, какая разница, чем торговать, я всегда об этом говорю, выбирайте. Ну, качественные активы желательно, да. То есть вот единственное, о чем тоже прошу всегда думать, те, кто выходит на западные площадки и торгует не товарными фьючерсами, как я, например, в основном предпочитаю торговать, да, фьючерсами, опционами, товарными. То есть для меня, опять же повторюсь, для меня ценность западных брокеров, в первую очередь, заключается в том, что я там торгую товарными рынками, фьючерсами и опционами. Поскольку на нашем, на рынке Московской бирже, срочный рынок очень-очень маленький, у нас всего лишь два расторгованных актива, и, соответственно, ну, не разойдешься. Поэтому меня интересует там. Многие торгуют на американских брокерах ради ценных бумаг, ради акций. Вот. Я торгую американскими акциями на Санкт-Петербургской бирже, но хочу всем сказать, что и на Санкт-Петербургской бирже, и на американских брокерах, и на европейских, если вы будете торговать, и европейскими бумагами. Есть особенность. Те, кто привык к нашим компаниям российским, вы знаете, что у нас банкротство происходит крайне-крайне редко. На западных площадках это гораздо более частая вещь. Поскольку там огромный список ценных бумаг, а среди этих ценных бумаг госкомпаний, к которым мы привыкли на российском рынке, очень мало. А, соответственно, любое коммерческое предприятие, каким бы большим это предприятие ни было, даже Apple и так далее, они могут практически обанкротиться с гораздо большей вероятностью, чем, например, «Газпром», «Лукойл» и так далее. Поэтому, как вы выбираете от них, там диверсикация еще более важна, даже чем на российских компаниях. Поняли вас, Илья? Спасибо большое. Ну что, давайте тогда возьмем один инструмент по моей заявочке «Данский банк». Я пишу название в чате и узнаем, а найдете ли вы на своем брокере «Данский банк». Это крупнейшее в Дании, один из крупнейших в Европе. Я даже хитро поступаю. Я иду на это самое, на открытые источники, да, не на брокеров. На TeamViewer, например. Вот даже если по-русски напишу, давайте проверим, да, каждому. Я думаю, найдете, конечно. «Данский банк» – это известно. «Данский банк»? Ну, акция нас интересует, да. Они… Ну вот, на Investing.com есть, конечно же, они. Да, смотрим, где еще на финансе есть они. Так что… Смотрим график. Берем. Так, что там мне тут пишет? Блокировщик рекламы, мне нравится. Ну, вижу там, 116.3, да, правильно? 116.3. Сейчас я смотрю у себя, да, 116.75, 116.70, ну, пусть будет, да. Так, ну, вот 118.05, я вижу, ну, это тут ласт показывали на 29-й на четверку. Они сейчас торгуются в онлайне? А, сейчас торгуется онлайн, да. А, ну, это какой-то, видимо… А, это на Насдаке мне показывают, да? На, например. Ну, возьмите потом, по чем у вас есть в доступности, скажем. Ну, надо, чтобы она была правильной онлайна, потому что… Тут что-то, это самое… А, другая вообще цена 9.90, только графиков у нас. Давай, тогда вы мне скажете правильно, но мы должны это тоже подтвердить, да, что она есть. Нет, нет, Илья, вы торгуете на своем ресурсе, на своем терминале, вы определитесь, что для вас правильно. У меня главное, чтобы те люди, кто ее действительно сейчас могут купить, вот у своих брокеров, да, у меня нет европейского брокера, поэтому я не могу просто… Давайте на этом остановимся. У вас по планету европейского брокера, вот, давайте подумаем, может быть, так сказать, стоит сделать европейского брокера для Ильи Коровина, поскольку тема интересная. Все, друзья, нет, давайте тогда не будем делать этот Дамский банк, подумаем на эту тему и подумаем, кстати говоря, друзья, у нас начинается большой разговор на тему европейских ценных бумаг, потому что с Америкой проблемы могут быть, и еще только в самом начале все, так сказать, судя по всему, отношений сложных, поэтому давайте подумаем, как нам действительно поторговать на европейском рынке ценных бумаг, вот. Ну, а сегодня давайте тогда, если у кого-то есть идеи из тех инструментов, которые точно есть у Ильи, вы знаете его интересы, пожалуйста, если нет, то будем на сегодня свою работу завершать, вот, и, ну, поскольку нет, Илья, давайте тогда на этом сегодня остановимся, пусть у вас будет 48% свободного депозита, побольше кэша все-таки в запасе, а через недельку мы вам европейских акций накидаем. Свои мысли на эту тему я вам пришлю. Ну, если в чате не накидают мне еще, в телеграм-канал, в телеграм-чате нашем, да, то скоро останется, то в неделю будет меньше, так что смотрите. Кстати говоря, да, кстати говоря, да. Так что, друзья, давайте мы на этом будем свою работу завершать, поскольку рассмотрели очень много интересных тем, очень подробно. Портфель, конечно, с каждым днем становится все подробнее и подробнее, зримее и зримее. Я считаю, что это лучший образовательный момент, чем, так сказать, 150 лекций, друзья. Посмотреть, как реально идет работа, это очень и очень важно для формирования правильного подхода у каждого трейдера. Илья, спасибо вам огромное за очень интересную беседу, за откровенные ответы на все вопросы, даже на очень резкие такие вопросы и не совсем дружелюбные. Я рад, что вас хватает терпения, нервов и, так сказать, скажем так, степени дружелюбия так в таком формате отвечать. Вам хорошего дня, успешной торговли и большого количества членов Союза Трейдеров. Да, всем спасибо, удачи в торговле, вступайте в Союз Трейдеров, подписывайтесь на наши соцсети, это бесплатно. Будем вместе торговать, в том числе и портфель по заявкам. До свидания. Спасибо, всего доброго, до свидания.